Электрический кроссовер Шкода Эниак продаётся в Европе с прошлой весны и за неполный год нашёл почти 45 тысяч покупателей. Это в полтора раза меньше, чем, например, Кодиак, но очень серьёзно для первой крупносерийной электрической Шкоды. А теперь Эниак станет целым семейством. На помощь универсалу приходит купе-образная версия. Конечно, её назвали купе, но фактически это кросс-лифтбэк. Интересно, что лифтбэк? Считайте любимый тип кузова Шкоды. Даже концепт-кары, которые в итоге превратились в Эниак, тоже проектировались лифтбэками. Однако серийный электролифтбэк подоспел только сейчас. Ещё любопытнее, что купе от исходного Эниак отличается не только задней частью, но и формой крыши. Дизайнеры сыграли не по законам жанра. Обычно купе-образники делают приземистыми, но здесь высота даже увеличилась. Силовая линейка в целом повторяет Эниак универсал, но самая слабая версия с индексом 50 изъята. Осталось два задних и один полноприводный вариант с парой моторов. Особняком стоит заряженный RS-IV. Ну как заряженный, скорее распущенный. Ведь моторы тут точно такие же, как у версии 80, только мощность их не ограничена электроникой. Помимо этого, заниженная на 10-15 мм подвеска, развитый аэродинамический обвес и ограничитель скорости, взглянутый на 20 км в час выше, чем у остальных модификаций. А ещё Шкода поделилась историей восстановления исторического спорткара. Оказывается, чехи мечтали о гонках на выносливость ещё в голодные 50-е. Но в Лиман сквозь железный занавес пробраться не удалось. К концу 50-х годов сделали 4 машины, 2 спайдера и 2 купе. Причём конструктивно они были разными. Внешние панели спайдеров отливались из стеклопластика, а купе выстукивались вручную из миллиметрового алюминиевого листа. В начале 60-х автомобилей массой всего 555 кг активно гонялись и побеждали в самой Чехословакии. Однако изменения в регламентах и упадок категории до 1100 кубиков привели к тому, что машины разошлись по частникам. Спайдеры живы. Один стоит в заводском музее в Маладо-Болеславе, другой используется британским подразделением Шкоды. А вот купе были фактически утрачены. 8 лет назад останки одного из них выкупил музей Шкоды и кропотливо восстанавливал. Благо на спорткарах применяли детали серийных машин. Дверные ручки от седанов 1200, замок зажигания от тогдашней Октавии, трёхспицевый руль от моделей Popular. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова